Есть в жизни два пути, православный и ведический. Можно ли идти по обоим или надо выбирать один? То есть, если вас вдохновляет духовный опыт, который вы получаете в православной традиции, если вы получаете пользу, какое-то вдохновение, следуя ведической традиции, ведическим предписаниям, то это же классно. Вдохновляйтесь и там, и там. Зачем вам выбирать? Если вы и там, и там чувствуете пользу, берите и оттуда, и оттуда. То есть, не нужно вот этого искусственного. Надо что-то оставить, и оставить только одно. Это не так происходит. Если вы вдохновлены и пользу получаете и там, и там, супер. Но в какой-то момент просто может так наступить, может наступить, может нет. Но в какой-то момент бывает так, что человек видит, что откуда-то он получает больше вдохновения, больше эффекта. Естественным образом, не то, что вот он что-то перестает любить, а что-то, ну как бы, там, отвергает, а другое как-то принимает полностью, говорит, это неправильно, это правильно. Нет. Просто когда человек больше вдохновения духовности получает где-то, то естественным образом он начинает больше времени посвящать тому, где он это вдохновение получает в большей степени. Это вот естественно происходит. И в какой-то момент человек может решить, что вот ему достаточно одного пути, он здесь полностью удовлетворен, ничего другого ему больше не надо. Вот такое может произойти. Если у вас не такой уровень, вы не на этой ступени находитесь, вы и там, и там одинаково вдохновляетесь, так супер. Не надо никого имитировать, не надо перепрыгивать. Вдохновляйтесь и там, и там. А потом уж видно будет. Потом разберетесь. Сейчас не надо об этом переживать.